В этом году 760 тысяч школьников края отметили День знаний. 80 тысяч детей пошли в первый класс. За последнее десятилетие количество кубанских первоклассников увеличилось в 2,5 раза. И, конечно, как в крае, так и в Славянском районе позаботились, чтобы все они смогли учиться в школах, отвечающих самым современным требованиям. Наша съемочная группа побывала на торжественной линейке в 5-й городской школе. «Россия – священная наша юра! Россия – любимая наша страна!» У каждого школьника, где бы он ни учился, должны быть равные стартовые возможности для будущих успехов. И очень радует, когда эти возможности только улучшаются. Путешествие в мир учения у 791 учащегося 5-й школы, известной своими прекрасными традициями патриотического воспитания, начинается с двойного праздника – традиционного Дня знаний и открытия нового корпуса, что позволит перевести школу на обучение в одну смену. 76 первоклассников впервые переступают порог школы. Вот они – настоящие герои праздника. Во главе со своими учителями, которые распахнут перед ними двери в необъятный мир знаний, выходят на школьный двор под горячие аплодисменты всех собравшихся. Им трудно унять понятное волнение, но они очень стараются. Я сегодня пришла первый раз в первый класс. Тут учится моя сестра Соня. Она в восьмом классе. И у нас очень хорошая учительница Ольга Викторовна. Эта школа красивая и светлая. Я желаю всем хорошо учиться. Волнуются и родители первоклассников. И вместе с тем они радуются за своих детей, которые делают первый шаг во взрослую жизнь. Мы очень переживаем, как первого сына отдавала, так и вторую дочку. Это очень знаменательный день для нас. Очень волнующий. Мы готовились к этому. И я уверена, что наша школа, пятая школа, одна из лучших и замечательный классный руководитель, прекрасный директор, ведущий школы. И я уверена, что нас они не подведут и дадут, естественно, образование, достойное нашим детям. Я очень волнуюсь, очень переживаю. Мы очень долго готовились к этому знаменательному событию. Но школа у нас очень красивая, новая. Я думаю, что у нас все получится обязательно. И для учителей, пусть даже и вполне опытных, день знаний всегда наполнен особым смыслом. Тем более, когда впервые входишь в первый класс. Сегодня у коллектива нашей школы и у всех учащихся двойной праздник. Это не только начало учебного года, но также еще открытие отремонтированного корпуса нашей школы. Конечно, волнение присутствует не только у меня и у всех моих коллег. Безупречный ремонт, новая мебель, современное оборудование. Конечно, не может это все нас не радовать. Я думаю, теперь мы на работу будем ходить еще с большим желанием и вдохновением. Всем первоклассникам хочу пожелать успехов, успешной учебы, открытия новых знаний родителям сил и терпения, а своим коллегам творческих успехов. Глава Славянского района Роман Синеговский сердечно поздравил учащихся, их родителей и педагогов с Днем Знаний, пожелав собравшимся всего наилучшего. Сегодня 800 ребят пришло в нашу школу учиться за знаниями. Среди них 76 наших первоклассников. Я обращаюсь к первоклассникам, хочу, чтобы вы запомнили этот день, чтобы это был ярким, интересным и запоминающимся днем для вашей жизни. Благодаря национальным проектам, благодаря поддержке президента работают программы, и мы на сегодняшний день в городе строим детский сад, ремонтируем школы. Если говорить о пятой школе, в прошлом году подарили, скажем так, кабинет биологии. Сегодня уже было сказано, открывается корпус для работы в одну смену. Стоит задача, чтобы все школы наши учились в одну смену. Директор школы Нина Катаева, поздравив всех с началом учебного года, от души поблагодарила руководство района, края, строителей, словом тех, без кого мечта о новом школьном корпусе не притворилась бы в жизнь. Сегодня, за много-много лет, мы переходим работать в одну смену. Ребята, ура! Ура, конечно, ура! Это стало возможным благодаря тому, что после капитального ремонта открывается сегодня здание, которому исполняется 111 лет. Сегодня особенный и волнительный день для наших первоклашек, которые первый раз идут в первый класс. Хочется пожелать им отличных оценок, успехов, здоровья, а их родителям, конечно же, терпения и вдохновения. Первоклассники, которые делают свои первые шаги в школьной жизни, с воодушевлением читали стихи о том, как они рады новой школе и началу учебы. Позади остался садик, беззаботные деньки. Скоро первые оценки мы получим в дневники. Наш первый, самый-самый, звени-звени звонок. Домой идите, мамы, пора нам на урок. Самые старшие школьники дарят первоклассникам небольшие подарки. Первый звонок было поручено дать самым юным учащимся, и они с честью выполнили важное поручение. Молодцы! Молодцы, первоклассники! Энергичный дун! В исполнении образцового художественного коллектива студии вокала «Звонки и голоса» прозвучала песня «Мы единое целое». И вот наступает, пожалуй, самый торжественный момент праздника. Перерезается красная лента у входа в отреставрированный корпус. Три класса первоклассников поднимаются на школьное крыльцо и заходят в светлые красивые кабинеты, садятся за новенькие столы, чтобы слушать своих первых учителей на самом первом в их жизни уроке. Как много в их жизни еще будет непростых уроков и сложных задач, которые придется решать. Но никогда они не забудут этот день, когда они стали настоящими учениками. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».